Театральный закулись Министр Украины, мэтр Русского драматического театра Павел Никитич Кленов Здесь у нас пошивочный костюмерный цех, где наши мастера одевают артистов, шьют нам новые костюмы Согласно задумке художника, режиссера, постановщика Это наши ведущие мастера, еще два мастера, они ушли, видимо, на перерыв На перерыве Вот у нас молодой мастер наш, уже она достаточно работает в театре и имеет неплохие результаты А к какому спектаклю сейчас готовятся новые спектакли? Сейчас они готовят костюмы «Люкс-13» Это будет ставить главный режиссер, художественный руководитель Евгений Иванович Головатюк Решение о том, каков должен быть костюм к тому или иному спектаклю Обговаривается между режиссером и художником Затем утверждается худсоветом А еще по театральным законам костюм нужно немного обносить То есть провести в нем несколько репетиций Чтобы уже затем, во время спектакля, чувствовать себя уютно и комфортно Ну, пройдемте теперь поближе к артистическим Вот, пожалуйста, познакомься Вот, навстречу нам идет Сергей Николаевич Гришанин Это наш очередной режиссер Он уже, сколько, уже четыре, да? Да нет, уже седьмой год Седьмой год, вот время как летит Седьмой год, много поставил спектакли Вот последние работы, доходное место, гранатовый браслет Вот сейчас вот недавно сыграли «Остров сокровищ» И сейчас он репетирует, скажи сам Мюзикл репетирую, «Лабиш», «Парижские истории» А когда ждать? 30 января 2005 года Обязательно придем, спасибо Ну, пойдемте, пойдемте дальше Это у нас один ход на сцену Мы потом после, из моей гримуборной, спустимся Там с другой стороны сценный ход Это вот направо сюда Это у нас бухгалтерия Тут, так сказать, наши Да, самые любимые люди Потому что они зарплату нам выдают А вот нам навстречу идет Здравствуйте Мастер, здравствуй, Света Мастер-осветитель, художник по свету Светлана Бубашвили Работает очень-очень много лет Это не значит, что она старая Она, видите, какая у нас пышная И симпатичная, обаятельная И хороший человек, и хороший мастер Спасибо большое Ну, так, пойдемте дальше Это так называемая актерская фоя Это здесь вот мы, актеры Отдыхаем во время антракта А есть тут какой-то звоночек, который вас зовет Есть у нас звонок Это дает помощник режиссера с пульта Сюда, да? Да, да, да Дает по всему Во все гримуборные Фоя здесь везде этот звонок слышен И по радио объявляется, по местному Объявляется, что такой-то звонок До начала спектакля осталось столько-то времени Во время антракта даю первый звонок Второй звонок Прошу на сцену, даю третий звонок Павел Никитич, опаздывали когда-то на спектакль? И на спектакль опаздывали, и на выхода опаздывали Не без этого А как же, если на выход опаздывали? Как же выкручивались коллеги? Это уже Это уже пусть выкручиваются те, которые на сцене Это уже их проблема Наша проблема была опоздать Но это бывает крайне редко Это ЧП вообще В театре это ЧП И вот пошли гримуборные наши Вот мы с вами видим Вот первая гримуборная Вторая гримуборная Третья И так далее, и так далее И вот пойдемте мимо гримуборных Я вас приглашу в свою гримуборную В гримуборной Павла Никитича много фотографий Здесь снимки людей, которые оставили след в его жизни А также образы, которые воплотил Павел Кленов на сцене Надо сказать, что Павел Никитич очень рано, в 26 лет, стал ведущим актером театра Играл центральные роли Это сейчас так принято, что приходят молодые актеры в театр И могут сразу же получить главную роль А раньше, в те годы, когда Павел Кленов начинал Все было совсем по-другому Анну Каренину играла 50 лет актриса Джульетту играла 45 Собаку на сене 57 лет играла актриса Время такое было Такая была как бы что ли установка на игру И зритель об этом знал Он не обращал внимания на возраст Он обращал внимания, как артисты играют На мой вопрос о том, какую роль он мечтал сыграть в молодости Павел Никитич ответил с юмором Были мечты У меня была мечта сыграть незамываемый 19-й год в городе Ростове-на-Дону Матроса Сыграли? Да Не сыграл И молил Бога, думаю, когда же заболеет мой педагог Он играл Потому что я уже знал роль на все А сколько вам было? Это мне было в то время года 23-24 И наконец он, я порчу на него, он заболел И я прихожу к главному режиссеру, говорю, я знаю роль, все, мне достаточно одной репетиции, чтобы, то есть, и я сыграю Эта мечта так и не сбылась В тот вечер, когда должен был состояться выход Павла Клюнова в заветной роли матроса, руководство театра решило заменить спектакль на другой Так что эта роль не была сыграна, но зато было множество других Всего около 200 ролей Помимо этого, Павел Клюнов написал музыку к 25 спектаклям Причем музыку Павел Никитич пишет по слуху, не зная нот А еще Павел Клюнов известен как режиссер Вот сколько таланта в одном человеке А между тем, мы с вами пришли на то место, где рождается чудо Это, так сказать, пространство сцены У нас здесь два круга, так называемый внутренний круг и внешний круг, то есть кольцо При надобности, когда, допустим, вот перед заходом солнца у нас работает круг Ревизор у нас, фу, ревизор Перед заходом солнца у нас работает круг Горе от ума работает у нас круг Это так называемый, вот видите, первый план, второй план, третий план Вот видите, там подборы, кулисы висят Сейчас они подняты вверх, это, так сказать, по линии безопасности пожарной А когда надо, мы опускаем Они бывают, они у нас есть, вот белые, есть у нас темные Если как, в зависимости от решения художника и режиссера-постановщика Так сказать, приобретают тот или иной окраску одежды сцены Вот зрительный зал, он, по-моему, на 700 с чем-то мест Я точно, это у нас администрация, бухгалтерия знает Артисту это не обязательно знать Но я знаю, что 700 с лишним мест Актеры – люди суеверные Например, если во время репетиции вдруг упадет сценарий На него обязательно нужно сесть, чтобы роль вышла удачной В театре вы не встретите актера с семечками Примета плохая, сборов не будет Но, несмотря на все предосторожности, сцена – дама коварная В спектакле не всегда проходят удачно и гладко Иногда нет того контакта с залом, которого бы хотелось Иногда актер может оговориться, а то и вовсе забыть текст И хорошо, если пьеса написана в прозе Тут еще можно как-то выкрутиться А вот если нужно говорить в стихотворной форме Все гораздо сложнее Был такой спектакль «Цар Федор Иоаннович» в Ростове Где я играл князя Мстиславского Он в конце спектакля выходит, у него там такой текст Что «Полки тебя, боярин, в поле ждут» И там идет в стихах, я сейчас не могу точно Мол, кто будет командовать я, как военачальник Или вы, как государь И дальше я что-то вот запамятовал Бывает, вот провал Нет, нет, нет А я, смысл-то я знаю Так я ему сказал «Полки тебя, боярин, в поле ждут» Пауза «Ты сам поведешь, или я» Смысл такой Ну, конечно, массовка вся расколола С одной стороны стояли, с другой стороны Ну и потом уже долгое время Когда только я появлялся, как-то появляюсь на сцене Они уже начинают хохотать Потому что это чисто нервное Что понимаете? Или был случай такой Был спектакль, шел Самолет опаздывает на сутки Это я был еще студентом И там, в этом самолете Рейс на Дальний Восток Куда-то в Сибирь там летит И на борту этого самолета Значит, профессор по сельскому хозяйству Который везет какой-то Семена морозоустойчивой картошки Там что-то такое Балет Опереточная пара У них там в каком-то городе концерт И заготовитель по своим делам Там по каким-то хозяйственным ехал И самолет вынужден был сделать посадку Сели они там на речке или на озере В общем, на лед сели И начало Конец первого действия Выходит летчик Выбегает летчик на сцену И у него такой текст Лед под самолетом треснул И мы там изображали массовку Вот с такими бородами Значит, охотников сибирских И мы туда, значит, бежали на это озеро Или на речку И, в общем, помогали самолет Откатить на безопасную часть льда Чтобы он мог взлететь А летчик, которого играл администратор театра Намотался за день Да, наверное, выпил маленько А костюм был настоящий Унты были все на меху Настоящий летный костюм И он уснул А перед тем, как он там Сел отдыхать за кулисами Он, помощника режиссера Говорит, ты меня потом Я подремлю тут Перед выходом Ну, значит, подбегает Миша, Миша, выход Значит, он выскакивает Говорит, самолет ушел под лед Вместо антресного Ну что, да, что делать дальше? Кого спасать? Кого спасать? Играть же спектакль Надо же закрывать занавес Дальше раз, самолет, все А они же там должны лететь Дальше уже второе действие Третье действие Все, не на чем лететь Надо переписывать пьесу Вот Тогда, значит, один там Из артистов Значит, думает, надо же как-то Выкрутиться Значит, он говорит Ну, может быть, хоть хвост торчит И вот потом Это уже чисто нервный Потом, как спектакли только играем Последующие спектакли Как только до этой сцены доходим Так все вповал Павел Клюнов признался нам Что в молодости заразился театром И, честно говоря, во время встречи Заразил и нас Захотелось немедленно побежать в кассу И купить билет на спектакль На прощание Павел Никитич сказал так Обязательно приходите в театр Потому что именно театр Даст вам пищу Для размышлений о прекрасном Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова